Привет, ребята! Продолжаем нашу осеннюю сессию таких достаточно легких развлекательных воскресных роликов, чтобы немножечко скрасить эти достаточно странные времена, подкидывающие очень тяжелые думы. Делать это мы будем, как обычно, под аккомпанемент моей голубятни. Ну, ничего с тем не поделать, я ставлю тут свет, голуби просыпаются и пытаются мне на своем голубином донести, что так бы по-хорошему нельзя делать по ночам. Ну, ладно, кто их спрашивал? Так вот, сегодня я хочу привнести немножечко еще такого обучающего формата и вернуться к одной серии роликов. У меня на канале уже есть целых три видоса, посвященных современному китайскому сленгу. И вот где-то сбоку появится такая буковка I, появится первая всплывашка, но если на буковку I нажать, то появятся все подвешенные подсказочки к этому ролику. Посмотрите, там все три я размещу. Один ролик был посвящен конкретно китайскому интернет-сленгу современному, чье прямое продолжение у нас будет сегодня. Один ролик был посвящен тому, как можно в китайском разговаривать вообще не зная китайского, зная только цифры. Прикиньте, и так можно. Если не смотрели, посмотрите, очень интересно получилось. И один ролик был посвящен тому, как можно выругаться в Китае, причем сделать это не очень грязно, не так, знаете, не маргинально. Так, чтобы даже в приличном обществе, если вы в сердцах что-то выскажете, просто все подумали, ну, человек не в духе. И мы однажды эту тему, конечно, разовьем, но не сегодня. Сегодня я хочу поговорить именно о том, как разговаривает молодежь. Потому что китайский, как и любой другой язык, постепенно эволюционирует. Даже в русском языке еще десяток лет назад никто не знал ни про зашквар, ни про кринж, ни про краш, ни про кейс, ни про что остальное, что пришло к нам с новыми англицизмами. И китайский также поглощает со всех сторон, поглощает аббревиатуры, потому что пришли клавиатуры, которыми можно и удобно пользоваться на экране наших смартфонов. Также это дело случилось даже еще раньше с кнопочными телефонами, когда долго писать и набирать было достаточно трудоемко, потому что у тебя всего 10 циферок, да, и каждый отвечает за много буквок. Поэтому, естественно, китайский язык начал придумывать всякие клевые штуки. И эта эволюция не останавливалась ни на день. И даже разговаривая сейчас с Энни, показывая ей примеры каких-то современных молодежных штук, даже она уже не знает, хотя нам с Энни там почти 40 лет, и мы вроде как считаем себя еще не старыми людьми, но даже мы уже немножечко местами не догоняем фишку. Поэтому, если хотите современно говорить как молодежь, давайте обсудим то, что ни один учитель китайского языка, ни на одном языковом курсе, тем более ни в одной школе, ни в одном университете вам не расскажет, а сделаю это я. Да, погнали! Да начнется же вакханалия непопадания Димы в нужные тона китайского языка и истеричного смеха всех тех, кто на китайском говорит лучше, чем я. Начнем мы сегодня с вот таких вот иероглифов, которые можно перевести на русский как «лимонная душа». Хотя последний иероглиф может значить и «джин», «святой дух», ну вот что-то такое, но вот здесь имеется в виду именно «лимонная душа». Можете пока что подумать, что может значить «лимонная душа». В отличие от того, когда мы на этом канале играем в слова, и там смысл отдельно взятых иероглифов зачастую вообще никак не коррелирует с реальным значением, здесь все-таки можно по смыслу догадаться. Звучат эти иероглифы как «нимонгдин», «нимонгдин». И дословно это переводится, да, реально «лимонная душа». Так по-китайски называют хейтеров и завистников. Именно в интернете, то есть в реальном обиходе вокруг, ну, наверное, каких-нибудь 19-летних, от них вы можете услышать, там, не знаю, от школьников, от каких-нибудь, которые очень много времени проводят в онлайн-играх, вообще, в принципе, в онлайне живут, от них вы можете подобный сленг услышать, но вживую обычно это вы не увидите. Но зато в каком-то тексте это зачастую можно встретить. Такое вот выражение, как «лимонная душа». В целом догадаться можно, ну, типа, скисшая, кислая душа, душа с кисловатым привкусом, да. Как по мне, это достаточно логичная вообще тема и очень прикольное выражение «лимонная душа». Человек, который вот излучает вот эту кислотную токсичность, разъедает атмосферу своей завистью, своей ненавистью какой-то, вот хейтеры-токсики, как сейчас принято у молодежи в русском языке называть, вот это в Китае называется «лимонная душа». Поэтому в очередной раз, общаясь с каким-нибудь молодым китайцем, который скажет вам «черт подери, мне бы тоже хотелось быть метр восемь с голубоглазым блондином», скажи ему «ты просто лимонная душа, у тебя и так все хорошо». Погнали дальше. Второе и третье будут очень прикольные аббревиатуры, которые вы реально дофига где можете встретить. Тут у нас будет штука, которая появилась пару лет назад в интернете и сначала заставила меня немножечко поофигевать, потому что я заметил, как ее употребляют люди, которые в принципе за интернет-сленгом молодежным, ну никогда замечены не были, какие-то взрослые, достаточно состоявшиеся люди. И у них в постах, я не знаю, получится у меня найти сейчас примеры, какие-нибудь картинки. Если что-нибудь появилось, сейчас увидите. Если ничего не появилось, ну уж не обессудьте. Появилась такая штука. Какой-нибудь пост в какой-то социальной сети, потом в конце поста либо многоточие, либо точка, и подпись «YYDS». Как будто, знаете, это вот цитата кого-нибудь, и там «YYDS» в качестве подписи. Такое вот окончание к целому какому-то посту. Я спросил у Энни тогда, блин, чё это такое? Потому что многие пишут, 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 и в конце просто четыре английских буквы. Явно какая-то аббревиатура, потому что слова такого быть не может. И просто «YYDS». Чё это значит? Естественно, Энни сказала, «Я хрен его знает, что это за молодежная штука, лезь разбирайся». Я полез разбираться. Оказалось, что эта фраза пришла к нам из компьютерных игр, а если быть совсем точным, из League of Legends, League of Legends, такая очень популярная, спортивная, киберспортивная онлайновая игра. Там один китайский игрок, достаточно популярный, у себя в соцсетях, решил выразить респект какой-то очень-очень легендарной фигуре, какому-то тоже игроку, знаменитому китайскому же, в эту самую Лигу легенд, и написал ему вот такие четыре иероглифа, которые можно перевести как «Вечный бог». Произносится это как «Юньэнде шэн». Я уже предупреждал, что сегодня буду местами не попадать в нужные тональности и неправильно произносить какие-то иероглифы, но примерно вот так, вот сейчас в скобочках вы видите, как это дело написано. Это можно сократить по первым буквам до «yyds». Эта фраза ушла в народ, и сейчас она уже никакого отношения к компьютерной тематике не имеет, и превратилась во фразу, которую ты произносишь, когда нужно отметить исключительную охренительность чего бы то ни было. То есть, я не знаю, ты можешь съесть борщ и написать «это был просто мега борщ», «yyds», «вечный бог», там типа «о божечки мои». Вот в таком примерно ключе можно написать. То есть, когда ты пишешь о чём-то настолько потрясающем, что никакого аналога этому нету, о чём-то настолько выдающимся, офигенном, что тебе безумно понравилось, о человеке, о явлении, о предмете, не суть важно о чём, ты для усиления эмоций в китайском языке можешь написать «yyds». Причём ты можешь общаться с некоторыми людьми, да мне кажется, сейчас на данный момент это стало настолько популярно, что практически со всеми, кто хоть немножечко сидит в соцсетях, даже общаясь с ними на английском, ты можешь подписать «yyds» и тебя поймут. То есть, когда ты пишешь там про свой товар, пишешь про замечательные ваши отношения или то, как встретил свою любовь, ты можешь про неё написать «yyds», что «о божечки мои». То есть, дословно, это будет как бы вечный бог, насколько это безумно круто. Кстати, про отношения у нас будет третий пункт. Давайте к нему и перейдём. Тут, как я уже говорил, тоже будет аббревиатура, причём будет их сразу две. Вот такая AWSL и вторая KSWL. Тоже из ультрамолодёжного сленга. Сейчас всё объясню. Но прочитать их можно как «aswola» и «kawosla». Причём вот читать надо именно вот так вот. Сейчас объясню, что это может значить. Переводятся они как «а, я помираю» и «а, убей меня». Вот что-то типа того. Вот подумайте, что могут значить фразы типа «а, я помираю» и «а, убейте меня». Это пришло из кей-попа. Я попытался копать. Честно, вот ни мне, ни вам эти подробности нафиг не нужны. Главное, что надо знать, что это какие-то китайские любители кей-попа напридумывали себе очередные аббревиатуры из каких-то употребимых фраз. Может быть, они миметизировались из каких-то мемов и так далее, но таких фраз несколько. Вот эти аббревиатуры две самые популярные. Причём AWSL самая популярная, KSWL вторая по популярности. И означают они такое вот интересное явление. Когда ты видишь что-то настолько няшное, настолько милое, что тебе хочется вот обнять это прям вот до смерти, заобнимать, затискать что-то и сдохнуть вместе с ним, потому что вот более удобных, более мягких, лучших, няшных, нежных эмоций ты в жизни больше не получишь. Вот представьте себе это в голове. То есть вот что-то настолько запредельно мило, няшное, что вот ты прям реально пока до хруста костей не обнимешь вот это кого-то, что-то, я не знаю, какое-то опять же событие виртуально так образно, какой-то предмет, вот что угодно. Вот представили себе. То есть вот прям даже не приторно-конфетное, а куда дальше. Вот прям хочу, чтобы это сдохло в моих объятиях, как бы это странно ни звучало. И вот эта фраза «убей меня» или «а, я помираю» или там «а, я помер» означает вот именно вот такую эмоцию. То есть ты к чему-то или к кому-то относишься с такой нежностью, что это становится опасным, прям вот смертельно опасным. Я не знаю, может быть, напишите мне, если у вас есть дети или вы сами такого возраста, есть ли какие-то подобные фразы в русском языке. Я помню, когда-то была эмо-культура. Они были суперняшные и тоже пытались сдохнуть. Ну, по крайней мере, об этом очень много писали и говорили, но в таком мистическом каком-то ключе, да, то есть вот прям культ розовой такой няшной смерти у них был. Вот здесь что-то подобное, только вот без готического эмо-налета. То есть очень-очень нежно-розово, но до кровищи. Я не знаю, как это еще описать. Поэтому, если вы будете общаться с какой-нибудь девушкой и хотите ей сказать, что она вот милая просто до предела, что хотели бы вы, чтобы ты ее обнял, и она сдохла у тебя в объятиях, ну, как-то в позитивном ключе, если оно так может быть, можете в конце своего сообщения написать «AWSL». Вот так вот. И она поймет. Скорее всего, если ей лет 19-20, она точно поймет. Закончили с аббревиатурами на данный момент. Переходим дальше, к четвертому предпоследнему пункту. Тут у нас будет фраза, услышав которую, моя жена сказала «Это как мы, это как мы». Эта фраза звучит как «лохон». Лохон. Вот так она пишется, два иероглифа. И это переводится как «голый брак». «Голый брак» – это когда вы женитесь по любви. Это удивительная, редкая штука в Китае, прикиньте. Началось все это дело с одной очень известной китайской блогерши. На тот момент, это было несколько лет назад, и я в этих китайских блогершах не особо разбираюсь, поэтому ее имя ни мне, ни вам ничего не скажет. Но ее как-то спросили о вообще ее жизненных планах, и она сказала, что лучше она будет плакать в Бентли или в Майбахе, что-то такое, чем радоваться и улыбаться на заднем сидении электрического байка, на которых тут все ездят. Ты сказала, что ей вот этот «голый брак» Ло Хуэн нафиг не сдался. И это в Китае реально больная тема, потому что тема вот этого приданного с обеих сторон и давления семьи на жениха и на невесту, ну, на жениха по большей части, потому что ты к определенному возрасту должен купить себе квартиру, у тебя должна быть тачка, у тебя должен быть определенный доход. То есть ты должен, вот ты реально должен, родившись ты уже как мальчик должен, ты должен обладать каким-то определенным вот статусом, чтобы, ну, соответствовать какому-то образу относительно успешного молодого человека. Девушка со своей же стороны тоже как бы какие-то, наверное, обязанности имеет, но по большей части это ложится все-таки на плечи ее родителей, подготовить ей какое-то приданное и так далее. И вот зачастую такие браки, особенно в семьях с достатком средним и выше среднего, по Китаю такие, ну, типа миллионные браки, они заключаются именно из, ну, из соображений, скажем так, дальнейшего хорошего совместного проживания. То есть вы, может, в принципе, к друг другу хорошо относитесь, но вот классического понятия любви, ну, вот не особо. И есть такое, да, в этих браках рождаются дети, дети зачастую скрепляются временем, эти браки люди друг к другу притираются, но и разводов, и хождения налево в таких браках случается много. А бывает такое, когда у тебя за душой ни гроша, и у нее ни кола, ни двора. Встречаются два таких одиночества и женятся по любви. И называется это в Китае голый брак. Раньше такого термина не было, вот сейчас в современном китайском можете сказать, что, ну, опять же, общаетесь с какой-нибудь девушкой, да, и она скажет, а есть у тебя тачка, есть у тебя хата в Китае. Тут цены, лучше даже об этом не говорить. Однажды мы сделаем, я сделаю ролик про цены на квартиры в Китае. Запаситесь волокордином, пожалуйста, чтобы этот ролик посмотреть. Но факт остается фактом, что вы можете сказать, нет, я хочу лохуэн, я хочу голый брак, потому что у меня ни кола, ни двора, но я тебя люблю, и все у нас будет хорошо. Поэтому вот такая сегодня романтичная, немножечко грустная, но от этого, знаете, не менее, как по мне, правильная какая-то вещь. Вот материальное слишком переоценено, как по мне. Можно жить хорошо, наслаждаться жизнью, не имея Феррари, огромных квартир, вилл на Мальдивах и прочего, при этом любя друг друга и относясь друг к другу с уважением и как бы вот так сквозь года пронося это чувство, а не желание побольше заработать и, я не знаю, что еще там делают богатые люди. Переходим к пункту номер последний. Этот пункт, кстати, тоже очень придется впору в связочке с предыдущим. Вот так вот он выглядит, там два иероглифа, и Эня мне сказала, что я ни в жизни второй иероглиф нормально не произнесу, потому что там надо говорить ту, вот так вот вниз, а потом вверх. Короче, звучит он как читу. И без разницы, что я сейчас его неправильно произнес. Вы тоже правильно никогда это в жизни не произнесете. Читу. Второй иероглиф, это, кстати, от картошки. Иероглиф тудол, картошка, и вот читу, это земля, ту, это земля. Есть землю, жрать землю. Вот так вот, он такой немножко грубый. Жрать землю. У нас бы, наверное, фраза жрать землю значила, ну, какой-то конфликт, скорее всего. Типа, ты у меня землю жрать будешь, да, вот что-то такое, какая-то такая коннотация. В Китае немножко по-другому. В Китае фраза жрать землю, это значит, что ты напокупал чего-то очень-очень много, и до следующей зарплаты ты будешь питаться дошиками. Ну, жрать землю, да, то есть тебе не на что будет есть. То есть вот эта ситуация, когда ты в целом зарабатываешь неплохо, у тебя есть бабки, но ты их так неграмотно растранжирил, что до следующего поступления денег у тебя просто вот даже не на что есть. Вот это называется в китайском че-ту, 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 тву. Короче, я никогда это правильно не произнесу. Вот так вот это пишется, вот так вот это читается и переводится, как жрать землю. Поэтому в Китае, когда ты открыл для себя, приехал в Китай, устроился на хорошую работу, тебе платят твои 30 тысяч юаней, что достаточно неплохо по китайским меркам, и ты такой, блин, у меня теперь, черт, дофига денег каждый месяц. Ты открываешь для себя Таобао и Пиндудо и обнаруживаешь, что сегодня 10 число, а у тебя уже только на Дошираке. Вот эта ситуация называется жрать землю. Вот такие вот сегодня странные штуки. Но у меня для вас будет еще и бонус. Я хотел 5, но решил, что в конце расскажу еще одну штуку, которая не совсем вписывается в сегодняшнюю канву, но просто тоже интересно. Задел на следующий ролик, скажем так. Помните, в самом начале, когда я перечислял предыдущие ролики в этой серии, я говорил, что у меня есть видос, где я вам рассказывал, как на китайском материться, но так более-менее культурно, не употребляя совсем уж обсценной лексики, так, чтобы вы в приличном обществе там в сердцах что-нибудь высказали, ну и люди не сильно обиделись на то, что вы тут употребляете всякие матершины. Так вот, в китайском языке есть замечательная фраза, которая произносится как тамада. Вот так вот она пишется и дословно она переводится как его мать. Причем не как в русском ее мать, а именно его мать, потому что вот первый иероглиф, вот этот, который вы видите, это он. Я тут буквально недавно совершенно узнал, что оказывается еще в 19 веке в китайском языке не было иероглифов он и она. То есть, когда к кому-то обращались или спрашивали там вот, чей телефон, говорили этого телефон, то есть, того телефон, а пол человека ты уже должен был узнавать из контекста, то есть, надо было как-то это обговаривать того мужчины, той женщины, вот как-то так это говорили. И насмотревшись на западные страны, на западные языки, в основном, естественно, на английский, где есть ши, есть хи, в русском есть он, она, китайцы эти иероглифы вот так вот разделили. Появился иероглиф он и появился иероглиф она. И они очень похоже отличаются там вот одной частичкой. При этом разделились только иероглифы. Само слово, оно так и остается. Осталось «та», просто «та». И нету никакой разной тональности, просто «та». И когда ты это говоришь словами, ты до сих пор произносишь типа вот «того», «того человека», «та». А «та», ну вот, кто это, мужчина, женщина, тебе придется уже, собственно, ну, как-то там договаривать эту фразу, как-то уточнять. А в письменной речи можно реально написать «он» или «она», а в «устной» такого нету. Прикиньте, вот такой вот парадокс. Так вот, фраза «его мать» означает ровно то же самое, что и «её мать» или «мать её» в русском языке. То есть, в принципе, абсолютно нормальная фраза. Ты можешь практически где угодно сказать, «да твою ж мать», «да мать её». Я не знаю, почему всем так нравится апеллировать к чьей-то матери. Не знаю, почему из языка в язык это вот переходит и остается практически константой. То есть, в каком бы ты языке ни сказал, то есть, в каком-то там еще и с грубостью будет там «да пута мадрая», вот там «мать шлюшья», да, будет в русском будет «да мать её», почему-то опять же к женщине обращение. В китайском будет «да его ж мать». Вот. А, кстати, тоже нормально. Да его ж мать, твою ж мать. Ну, у нас вот апелляция к матери вообще в любом смысле проходит «мама, люблю тебя», такое стараюсь не произносить, про чужих матерей тоже стараюсь плохого не говорить. Так вот, в интернете появилось замечательное сокращение. Вот такое. Ти-эм-ди. Та-ма-да. Поэтому, если захотите высказать что-нибудь в сердцах какому-нибудь человеку, которому вы пытаетесь объяснить, что «да чёрт подери, мне на заводе нужны вот такие шарикоподшипники, а не такие, я тебе 10 уже раз объяснил, та мать же твою». И вот для усиления, да, своей фразы какой-то, чтобы человек реально понял, что вы уже вот на грани того, чтобы просто взорваться от злости, вы просто пишете Ти-эм-ди, как вот, не знаю, хорошая аналогия с Ти-эм-ти, да, тринитротулолом, вот что вы уже прям бочка со взрывчаткой ментальной и готовы в любой момент просто на человека наорать. Это ему там «Тамады, да что ж такое-то с тобой, почему ты такой тупой-то?» И всё, очень легко это дело употреблять. Поэтому просто запомните, офигенное сокращение очень сильно помогает обрисовывать ваше настроение. Да, вот очень прикольно. Причём можно в любом контексте там в начале фразы, то есть вот вы как по-русски слышите, так можете её и писать. Вы пишете какую-то фразу в середине сказать и вот где хочется вставить, ну твою ж мать, почему вот так? Ты ему просто большими буквами английскими прям пишешь Ти-эм-ди и человек понимает, что вы как бы на полном серьёзе. Вот, теперь точно всё, других бонусов к бонусам не будет. Давайте потихоньку прощаться. Хотя что это я говорю прощаться? Не-не-не-не-не-не-не. Я во-первых хочу пожелать вам отличной погоды, чтобы у вас всё было хорошо, чтобы единственные самолёты, которые летали у вас над головой, были самолёты, наполненные счастливыми людьми, летящими куда-нибудь в отпуск или возвращающимися из этого самого отпуска, чтобы вы были временами такими людьми, которые куда-нибудь в приятные красивые места летят, чтобы вы были здоровы. Главное помните, заботьтесь друг о друге. Вы не одни, всегда есть человек, даже если это не особо видно, которому вы не безразличны. Это очень важно. А мы с вами уже увидимся очень-очень-очень скоро в новых видосиках. А у меня на сегодня на этом всё. Спасибо. Пока. Тамада. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok